Всем привет на канале Тимур 11 ТВ. Сегодня я вам продолжу читать приключения Незнайки. В прошлой серии мы остановились на том, что мы начали читать главу, которая называется Незнай, как Незнайка катался на разыровном автомобиле. И что, а сейчас у нас будет вторая часть, как Незнайка катался на разыровном автомобиле. Ну что, пошли. В прошлой серии я напомню, что Тропычка катал Незнайку, но Незнайка захотел сам всех катать. И вот у нас мы давай продолжим. Однажды, когда Тропычки не было дома, Незнайка забрался в автомобиль, который стоял во дворе и стал дергать за рычаги и нажимать педали. Сначала у него ничего не получалось, потом вдруг машина зафрекала и поехала. Коротышки увидели это в окно и выбежали из дома. «Что ты делаешь?» — закричали они. «Убьешься!» «Не убьюсь!» — ответил Незнайка. И тут же наехал на собачью будку, которая стояла посреди двора. Трах-трах! Будка рассыпалась в щепки. Хорошо, что Булька успел выскочить, а то Незнайка и его раздавил бы. «Вот видишь, что ты наделал?» — закричал. «Незнайка, остановись сейчас же!» Незнайка испугался, хотел остановить машину, но потянул за какой-то рычаг. Но машина вместо того, чтобы остановиться, поехала еще быстрее. На дороге попали в беседку. Трах-трах! Беседка рассыпалась на кусочки. Незнайку с ног до головы забросала щепками. Одной доской его зацепило по спине, другой треснуло по затылку. Кстати, я тут вам придумал уже вопросик, чей вы хочет, чей вы читали, как вы точнее, как же вам нравится, если бы мы одну главу за серию целиком или главу так по частям. Пишите цифру 1, если вам нравится, вот так, чтобы мы читали сначала по частям, или пишите цифру 2, чтобы мы читали целиком всю главу. В следующей серии узнаем, и так будем же и делать. Незнайка ухватился за руль и давай поворачивать. Автомобиль носится по двору, а Незнайка кричит во все горло. «Братцы, откройте скорее ворота!» Я тут все во дворе переломаю. Коротышки открыли ворота, Незнайка выехал со двора и помчался по улице. Услышав шумцы со всех дворов, выбегали коротышки. «Береги!» — скричал им Незнайка и мчался вперед. Знайка, а войско, винтик, доктор Пилюлькин и другие коротышки бежали за ним, но где там они не могли его догнать. Незнайка колесил по всему городу и не знал, как остановить машину. Наконец машина подъехала к реке и свалилась с обрыва кубарем и покатилась вниз. Незнайка вывалился из него и остался лежать на берегу, а газированный автомобиль упал в воду и утонул. Знайка, а войско, винтик и доктор Пилюлькин схватили Незнайку и принесли домой. Все думали, что он уже мертвый. Дома его положили на кровать. И только тут Незнайка открыл глаза и поглядел по сторонам и спросил, «Братцы, я еще живой, живой, живой», – ответил доктор Пилюлькин. «Только, пожалуйста, лежи спокойно, мне тебя смотреть надо». Он раздел Незнайку и стал осматривать, потом сказал, «Удивительно, все кости целы, только ушибы есть, да, за нос несколько». «Это я за доску спиной зацепился», – сказал Незнайка. «Придется вытаскивать за носы», – покачал головой Пилюлькин. «А это больно?» – испугался Незнайка. «Нет, не чуточки. Вот дай-ка я сейчас самую большую вытащу». «А!» – закричал Незнайка. «Что-то разве больно?» – удивился Пилюлькин. «Конечно, больно. Ну, потерпи, потерпи. Это тебе только кажется. Нет, не кажется. Ай! Ну, что ты кричишь, будто я тебя режу. Я ведь тебя не режу. Больно, сам говорил, что не больно, а теперь больно. Ну, тише, тише, одну за носу осталось вытащить. Ай! Не надо, не надо. Лучше я с занозой буду. Нельзя нарывать. Нельзя нарывать тайн. У-у-у-у! Ну, все, уже теперь только йодом надо помазать. А это больно? Нет, йодом не больно. Лежи смирно. А-а-а! Не ори, не ори. На машине кататься любишь, а потерпеть немножко не любишь. Ай! Жжет как? Пожжет и перестанет. Сейчас я тебе градусник поставлю. Ой, не надо градусник. Не надо. Почему? Больно будет. Да, градусник это больно. Ты все говоришь. Не больно, а потом больно. Вот чудак, разве я тебе никогда градусника не ставил? Никогда. Но вот теперь ты увидишь, что это не больно, сказал Пилюлькин и ушел за градусником. Незнайка вскочил с кровати, выпрыгнул в открытое окно. Я убежал к своему другу груднике. Доктор Пилюлькин вернулся с градусником. Смотрит, незнайки нет. Вот лечи такого больного, проворчал Пилюлькин. Его лечишь, лечишь, а он выпрыгивает в окошко и убежит. Куда это годится? И шо, мы на этом сегодняшнюю серию заканчиваем. В следующей серии нас ждет глава шестая, как Знайка придумал воздушный шар. Но это уже будем мечтать в следующей серии. А щас ставь лайк и подписывайся на канал Тиму 11 ТВ. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok